Всем привет! Вы на канале Кинолепка и сегодня я вам покажу как слепить беглеца. Это главный персонаж Тайны Чрева из игры Маленькие Кошмары. На протяжении всей игры он пытается сбежать из чрева, преодолевая разные препятствия и убегая от других персонажей, например от бабушки, сторожа и хозяйки. А начнем мы лепку с головы. Сформируем маленький носик и губы, а затем нужно слепить волосы. Для лепки я также использую проволоку, чтобы все детальки прочно держались. У беглеца в игре Маленькие Кошмары, волосы не длинные и закрывают пол лица, из-за этого не видно его глаз. Создаем прическу, вот такая прическа у меня получилась. Далее нужно слепить туловище. У беглеца синяя толстовка и серые штаны. На толстовке делаем боротник и замок с молнией. Также можно дополнить одежду складками и помятостями, так будет реалистичнее. Беглец, как и другие персонажи в игре Маленькие Кошмары, не разговаривает, но его личность и образ довольно интересен. Он, как и шестая, оказались в кошмарной реальности, из которой им придется выбираться. Как и шестая, беглец хочет сбежать из чрева. Беглец также имеет навыки подъема и быстрого бега. Также он умеет плавать. Теперь делаем руки. Руки также синего цвета, так как вся толстовка синяя. И на руках делаем небольшие вмятины. Теперь приступаем к ногам. Штаны у беглеца серого цвета. Также добавляем несколько вмятин и помятостей. Теперь делаем ноги. У беглеца нет никакой обуви, поэтому он ходит босиком. Вот такие ноги у меня получились. Кстати, на ноге у беглеца есть замок с цепью. Он был привязан цепью к ноге и сумел сбежать, но цепь осталась. Давайте и слепим фонарик. Беглец и шестая примерно одного роста. Если у шестой с собой есть зажигалка, то у беглеца есть фонарик. Теперь соединяем все слепленные детальки вместе. Вот сколько деталек у нас получилось. Прикрепляем голову к туловищу. Далее прикрепляем руки с фонариком. Далее следуют у нас ноги. Вот и все. Наш беглец готов. Вот такой беглец из маленьких кошмаров у меня получился. Если вам понравилось мое видео, поддержите меня лайком и подпиской. Заходите ко мне на канал и смотрите, как слепит других известных персонажей, разных авторов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok